так внимание друзья в основном месте находимся мы вот здесь информационный портал до фермы датчика называется хозяин вот я люблю экспромт кажется это белоруссия и я умудрился не прочитать только я девка косточек прочитал и сказал себе боженьки домой прошло шесть лет с тем как была опубликована моя статья убив меня бог не помни хоть чтоб я туда посылал статью за меня это могли сделать другие вот и кто-то из очень хороших добросовестных садоводов взял ее прокомментировал причем со знанием дела вот что мне нравится что со знанием дела он это сделал вот но мне интересно другое а тайка я через шесть сейчас 23 год через семь лет возьму и приступим слух и где-то уточнил прокомментирую что могло измениться дело в том что я в свое время был шатирован когда прочитал у мичурина сейчас я не буду об этом главное мне не сбиться с верного пути то есть с темы сегодняшней так а тема уроки валерия железного вот да 7 лет прошло 24 февраля до 7 лет еще несколько дней вот и получается что если был ранний мичурин поздний мичурин а еще был средний мичурин некоторые его высказывания меня шокируют до сих пор я знаю что они вели совершенно не туда все садоводство вот и непонятно мне для этого надо штудировать у меня уже глаза не позволяет читать текст штудировать смотреть на даты все настолько запутано а у железов то за семь лет изменился или нет смотрим читаем так итак уроки валерия железного убедился на собственном опыте что создать хороший шаг не так то просто на это требуется не только знание умения на значительное финансовое вложение это и я это автор статьи а еще очень помогают статьи известны садового хозяина поэтому хочу сказать большое спасибо таким замечательным людям как крыло ведь сорбцев черка сшила козич мекаленко балдиса так все таки это по-моему белоруссия жаль что я не прочитал но мне больше нравится испорт тогда я бывает когда готовишься бывает уже думаешь надо сгладить надо сглазить они помогали мне при закладке сада не только добрыми советами но и черенками саженцами а недавно я заочно протокол сейчас одним мастером свое дело думаю немногие слышали об известном сибирском садоводе валерия консенция жерденова ну а мне думаете не обидно с одной стороны немногие а другой известный сибирский садовод вот видите известны и немногие а ну да он же про белоруса ё-моё все правильно так возле озера байкал недалеко от цены шушенской газ ну ему чеку простительно да отсюда до байкала значит ты черёст еще конь не валялся вот как туда добраться то вот а цены шушенской газ это наполнил краснодарский край ну это такая ошибка добродушная такая ошибка извините вот когда сказали что какой хрен залезал какая это сама вот и специально вместо краснодарский край сказали что я высад краснодарском все провокация или дураке или провокатор ну все после этого на мне крест был поставлен подумаешь сам вырастить в краснодарском крае а на самом-то деле вот это попробуйте вырастить в краснодарском крае так идем дальше ошибка простительно и так он то есть возле сайта шушенской газ не возили 30 километров это не шутки в альфа на шушенской газ там микроклимат а у меня его уже нет где это я вынужден что уточнять здесь не только обычная ямы груша слива черешни но даже теплолюбивые абрикосы и персики вот правда кстати видите вот в ядре персик королевский абрикос королевский а вы знаете что про него написано в этом сам сказать справочники абрикос королевский сенец абрикоса перси его персикового теперь поверите мне ой извините туда пошел вот здесь мы должны дальше читать вот удивить так причем несмотря на короткое сипирское лето они там созревают а у меня есть несколько хитрых хитростей здесь я про них не буду если он сам не упомянет автор вот это хитрые хитрости которые вот именно то что в какой-то не прежню кто-то со злоба я про ученых кто-то с равнодушием относится к моим изобретениям и получается что не двигается садоводство из-за этого читаем дальше удивительно что эти южные растения адаптировали 100 столь сыровым климом хотя пришло не сразу правильно не сразу только благодаря настойчивому труду в саду Валерия Железова Константиновича прекрасно носит абрикосы абор Артем Королевский, Хаваровский, Левицкого, Персикова и так далее узнав об этом великолепном садоводе я написал ему письмо с просьбой прислать на семян дикого ножевского абрикоса чтобы выросить самые морозные стойкие и уважаемые сельцы используйте как по двое вскоре садоводство мне пришла бандероль а в ней 4 диска с видеофильмами и письмо от самого Валерия Константиновича вот откуда статья взялась-то на этом портале вот откуда я-то думаю я же ничего не знал про этот портал итак 4 диска с видеофильмами и письмо от самого Валерия Константиновича он сообщал что семена косточки из России и Беларуси выслать не может запрещает таможенное правило сначала я огорчился видеофильм от того в сторону зря так вот косточки и в России и Беларусь выслать никогда с самого первого дня как я высылал первую посылку вот поймите меня я не зря взялся комментировать человека который комментирует мою технологию вот почему в том числе на самом деле таможенное правило не запрещает нужно просто молчать что там семена и все спокойно дойдет но придумали другое небольшая посылка может стоить тысячи рублей а вот где-то под килограмме две тысячи и три тысячи вот то есть здесь все существует запрет такой финансовый человек ты разу подумаешь прежде чем ради жменьких семян отдать две-три тысячи вот ну сухие подешевле могут тысячи полторы а вот когда я их высылаю в сыром песке тут две и три вот это есть а порвально не запрещает ни разу не было случая чтобы не отказали или арестовали на границе вот тут он конечно не прав в шестнадцатом году я отправлял в Казахстан и Украину и Белоруссию и даже в Финляндию мне не запрещали высылать Литву, Латвию, Эстонию другое дело что я там хитрил я говорю он есть они маленькие а тебе сюда что через границу сами доставите и дешевле да доставляли сами я по-русски город называется при границе сейчас можно назвать его прикронтовые но не мы виноваты что они стали прикронтовые а пусть они до сих пор работают в том числе и в Беларуси сначала я огорчился там вот получается я им отказал тут я не согласен видеофильм отложил в сторону а зря когда позже посмотрел и был потрясен увиденным сказать что он молодец значит ничего не сказать человек из народа это правда у меня в оба деда эти самые из порода кулаков только не богатых кулаков человек из народа простой и смелый и решительный он в фильмах просто ясно рассказывает и показывает как надо выращивать растения в садов как их прививать подкармливать поливать собирать хранить урожай полагаю советую железов помогут белорусским садоводам в их работе или даже изменив какой-то степени взгляда на уже устраившие понятия так железов пробовал это я сейчас о себе дальше пойдет уже технология молодец ты тут что разжевал ну какие то моими поправками да да Продолжение следует...